Приветствую вас и на глубинном уровне то, что вы описываете, то, что вы чувствуете, можно назвать страхом перед возможной страстью к нему. Потому что вы не встречались с этим мужчиной тогда, когда он вам предлагал. Не встречались вы с ним почему? Потому что опасались, что сорветесь и наступите на те же грампы. И вам помогало лишь только полное ограничение от него. Вам помогало лишь только полная изоляция от человека. Сейчас, когда он предлагает вашему мужу общение, предлагает встретиться с ним, предлагает вновь наладить контакт, вы, конечно же, обожаетесь вновь. Потому что раз он наладит контакт с ним, то рано или поздно наладит контакт с вами. И вы вновь его увидите, вы вновь с ним встретитесь. И чувства, которые у вас к нему были, там вот страсть, влюбленность, привлекательность и так далее, они вновь вспыхнут с новой силой. И вы вновь окажетесь перед этим соблазном окунуться в мир запретных ощущений, с одной стороны непринужденных, не устраивающих вас, но с другой стороны очень сладких, очень ярких, очень насыщенных и так далее. И вы боитесь, что ваша разберенная, привычная жизнь, которая у вас сейчас есть, она исчезнет. Исчезнет под напором вновь вот этой его страсти, этой необутности, свободы, которая была с тем первым мужчиной. Что сказать? Стало это возможным благодаря тому, что вы не завершили с ним отношения. То есть вы как бы решили для себя, вот что вас так не устраивает, и оборвали с ним всякую связь. Но при этом обрыв связи и встреча с новым мужчиной не уничтожила полностью вашу тетку к тому мужчине. Вообще говоря, вы не сказали ни слова о том, что любите друга этого мужчины, ну то есть вашего настоящего мужа. Вообще, давайте, на всякий случай, мы сделаем так. Мужчина, с которым вы встречались до своего дому, что мы назовем мужчина А, а вашего мужа мужчиной Б. Ну, на всякий случай, чтобы было понятно и чтобы не было путаницы. Значит, вы не сказали, что любите мужчину Б. А вы с ним стали встречаться, потому что он мог вам дать то, что нужно, то, что вы хотели. И, возможно, ваше неприятие мужчины А заключается в том, что вы знаете, подсознательно чувствуете, что, встретившись с мужчиной А, мужчина Б отойдет на задний план, потому что он устраивал вас лишь постольку, поскольку вы не виделись с мужчиной А. С мужчиной Б вам удобно, с мужчиной Б вам стабильно, с мужчиной Б вы чувствуете себя женщиной, желанной, в общем, женой и так далее. Но мужчина Б не дает вам тех эмоций, тех переживаний, тех ощущений, которые дает мужчина А. И вы боитесь, что мужчина А разручит вашу семью, но разручит не как, вот знаете, проявление мести, как вот сказала моя коллега, а именно разручит ее тем, что вызовет у вас бурючусть. Вы знаете, в этой ситуации можно сказать так. Что, конечно, вас очень хорошо понимаю и не осуждал. То есть вы поступили, в принципе, правильно, что порвали отношения с мужчиной А, и вы поступили, как велело вам сердце, к мужчине Б. Только теперь пришло время проверить ваши отношения с мужчиной Б. Проверить их на прочность. И пришло время проверить, что для вас важнее. Ощущение, эмоции, переживания, неопределенность, спонтанность, сладкий дух свободы, либо стабильность, определенность, некоторая рефинированность и так далее. Вообще говоря, рано или поздно, этот выбор вам все равно пришлось бы подтвердить. Выбор, я имею ввиду, мужчины Б. Потому что слишком, знаете, слишком резко вы перечислили от одних отношений к другим. То есть вы были в одних отношениях, вам было некомфорт, вы понимали, что вам мужчина не дает того стянуть, вы перечислили к другим отношениям. И там вы получили то, что вы хотели, и получаете до сих пор. Но достижение своих потребностей не означает наличие чувства к мужчине Б. И вот рано или поздно жизнь все равно подсунула бы вам проверку важных чувств, ваших эмоций. И если вы эту проверку сейчас начнете проходить, то вы сами для себя поймете, что вы вообще чувствуете. Если вас вновь начнет влечь к мужчине А, то понятно, что мужчину Б вы не очень-то и любите. Да, с ним удобно, да, с ним хорошо, да, с ним приятно, у вас все с ним здорово, но любви и чувств к нему нет. К мужчине А, что интересно, чувств у вас, мне кажется, тоже нет. То есть я имею в виду чувств в контексте именно любви. Он дает вам другое, то, что вам нужно. И, возможно, то, что уже не нужно сейчас. Но вы этого не поймете, пока с этим не столкнетеся. Пока воочию не встретитесь с тем, что вам когда-то было нужно. И отсюда ваша злость. Злость, неприятие – это защитная реакция. Защитная реакция вашей женской сущности, вашего женского начала, которая стремится к стабильности, к определенности, к уверенности в завтра семье. И защите от вашей личностной особенности, от вашей личностной стороны, личностной сферы, которая желает возможность живота другому. И поскольку вы не уверены, что полностью равнодушны к мужчине А, то и не желаете с ним пересекаться. Отвечая на ваш вопрос, так, отвечая на ваш вопрос, значит, вот вы и спрашиваете, почему я так настроен на него? Я ответил, почему вы боитесь встречи, и что он будет теперь с ним общаться? В принципе, ответил тоже. Как понять и разобраться, что меня тревожит? Ну, в принципе, мне кажется, тоже ответил. В этой ситуации я бы порекомендовал вам сделать следующее. Ну, вообще говоря, вот мужчина встретится с ним, поговорит, возможно, вы с ним тоже рано или поздно встретитесь, я думаю, это вопрос времени теперь. Ну, подумайте, пожалуйста, вот о чем. Вот мужчина Б предал мужчину А ради вас. Мужчина Б был лучшим другом мужчины А, и ради вас он перестал быть лучшим другом. В данном случае такое простить довольно сложно. И мужчина Б, это скорее всего понимает. Поэтому он, если это человек адекватный и волевой, сильный, он не допустит вмещательства мужчины А в вашу жизнь. Говоря в вашу, я имею в виду вашу совместную жизнь. А если допустит, это достаточно легкомысленный человек или наивный. В случае, если это произойдет, и мужчина А все-таки появится в вашей жизни уже, то вы, конечно, понимаете, что ему ничего не стоит будет разрушить вашу семью, на своей стороне. Потому что он считает, как, раз мужчина Б разрушил его отношения с вами, то и он может разрушить его также отношения. Соответственно, вы, рано или поздно, встанете в таком случае перед выбором. Либо вы принимаете то, что у вас уже есть сейчас, и осознаете, что то, что вам может дать мужчина А, а это что угодно, то столько ненадежно, неуверенно в себе, да, вам, вас больше не привлекает, что вы выросли, вы подросли, вы осознали, вы теперь мама, у вас теперь ответственность и прочее. Либо же вы почувствуете, что вас все еще тянет к мужчине А и к тому, что он может вам дать. И в этом случае можно говорить о том, что у вас есть у самой еще потребность в том, что мужчина А вам может дать. И рано или поздно это бы так или иначе проявилось в виде вашей таски, в виде стремления куда-то, в виде неудовлетворенности семейной жизни и прочее. То есть рано или поздно вы перестали бы быть счастливым. И в этом случае уже вам решать, как вы поступите со своим стремлением к тому, что может вам дать мужчина А. Вы можете с мужчиной Б начать деятельность по разнообразию своей жизни, по внесению в нее спонтанности, неопределенности, каких-то моментов, ранее не присутствующих в ней и так далее. То есть вы можете реализовать свои потребности и желания с мужчиной Б. Или можете начать реализовывать их с мужчиной А. Тут уже ваш выбор. Вот как вы решите, так и будет. Но если вы этого решения не примете, то иногда вот эта вот тревожность, этот страх, он так и будет вам мешать, и так и будет портить вам вашу жизнь. Пока вы не примете решение. Ага, вы не отоднаете свой страх и пока не встретитесь с ним лицом к лицу. Для вас мужчина А это такой, знаете, дьявол, который вот соблазняет, соблазняет, соблазняет насчет. И давайте попробуем подумать так. А кто вообще, говоря, может соблазнить? То есть не кого можно соблазнить. А соблазнить можно человека, у которого нет своей собственной системы ценностей, у которого нет уверенности в себе, и что он делает, и так далее. И если, соответственно, вас, мужчина, вновь начнет соблазнять, то это говорит о том, что у вас нету своих четких жизненных ориентиров. И над ними нужно поработать. То есть понять, что для вас важно, что для вас действительно важно, а что нет. И кроме вас, к сожалению, этого никто не сделает. Никто не скажет вам, что правильно, а что нет. Потому что нет такого понятия, правильно и неправильно. Из понятия, что нравится, что не нравится, чего хочется, чего не хочется и так далее. Поэтому без вам решение принимать только самой. Ну, психолог может вам помочь найти ориентир. То есть вот из картины вашего жизнеописания можно вам предложить некоторые ориентиры. Но вы эти ориентиры все равно выберете. Только вы. Не мы за вас. Это нужно понимать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!